Дорогие друзья, уважаемые слушатели, зрители, сегодня 3 октября 2021 года. С тех трагических событий прошло 28 лет. Такой же солнечный день, такой же тихий, спокойный октябрьский день. Во-первых, большое спасибо, что 28 лет прошло, люди трагедию 1993 года помнят. И сюда приходят не только родные и близкие, тех, кого потеряли в событиях 1993 года, когда молодые люди, люди разного возраста пришли на защиту советской власти, сопротивляясь указу президента Ельцина от 21 сентября за номером 1400, где была упрощена советская власть. К сожалению, я тогда, будучи народным депутатом РСФСР, до 28 числа находился, там, где проходил заседание Верховного Совета РССР, сегодняшнее издание, проявится так называемый Белый дом. И с 1150 депутатов тогда на внеочередной съезд, 10-й внеочередной съезд, прибыло со всей страны 650 депутатов. Мы прекрасно понимали, что тогда, когда издали указ за номером 1421 сентября, на самом деле это наступление и запрещение, а в будущем произошел расстрел советской власти. Мы, депутаты, народные избранники, как могли сопротивлялись. Большое спасибо населению, большое спасибо тем регионам, тем территориям, тогда, когда от 28 числа спиралью Бурну окружили весь Белый дом, дали команду, не доезжая метро Баррикады 1905 года, никого наверх не выпускать из метро. Практически стали подтягиваться силы, живые силы, погружали БТР, мы прекрасно понимали, что предстоит развязка. Но и мысль их не было допустить, что эта развязка будет расстрелом Белого дома, расстрела съезда народных депутатов РССР. Я могу напомнить события того времени, когда к 27-26 числу мэр Москвы был тогда Лужков Юрий Михайлович, по сути дела отключили тепло, отключили воду, практически не завозилось продовольствие. Мы депутаты были и заседали под руководством Хазбулатова Ивана Руслановича. Ну тогда съезд, вы помните, отрешили от власти, признали действия Ельцина незаконными, неконституционными. Рудского, по сути дела, съезд утвердил президентом в то время, но мы понимали, что развязка близка. 28-го я вышел из Белого дома, нам удалось собраться примерно 169 депутатов. В то время мы решили, 250 работников Верховного Совета РССР, и мы решили после недолгого размышления пойти в Краснопресненский райсовет, которым в то время руководил Краснов Александр Викторович. Большое спасибо Краснову, что мы оказались вместе, мы понимали свою ответственность. Хорошо, и могу напомнить и сказать, в то время москвичи организовали материальную поддержку, только задумайтесь, за три дня принесли 7 миллионов рублей, и я хорошо помню, когда мы эти деньги принимали, расписывались, они говорили, сыночки, держитесь, мы за советскую власть. Сколько буду жить на белом свете, всегда эти слова буду помнить. Ну, наверное, можно долго и много говорить, долго и много говорить. Кончилось с тем, что 3 октября, по сути дела, ворвались баркашовцы с утра в кабинет Краснова, где мы находились с ним, находили еще работники, которые помогали, технические работники. По сути дела, нам автомат приставили подбородку мне ему, у этих людей была нашивка баркашовцы, свастика была. Мы понимали, что ситуация непростая, непростая. Ну, а события того времени наверняка помнят, много было убиенных, по-разному говорят, кто говорит, около тысячи, кто говорит, более тысячи. Потому что постоянно люди приходили, которые защищают Белый дом, они оставались ночевать в палатках, открывали даже помещение Белого дома на первых этажах, ночевало 15-20 тысяч. То, что люди не уходили днем и ночью, они были вместе с народными депутатами РСЦР, кто до конца защищал советскую власть. К сожалению, удержать не удалось, поэтому вот сегодня 28-я годовщина памяти, скорби по всем тем, кто ушел из жизни в те дни трагические. Те, кто остались живы, приходим и говорим вслух, обвиняем власть во главе с Ельциным и говорим, не забудем, не простим. И вечная, добрая, светлая и хорошая память о тех, кто защищал советскую власть, она останется в сердцах живущих навсегда, в том числе и у меня. В этот день десятки, сотни людей пали, защищая Конституцию, защищая парламент. Здесь недалеко, каждый год мы приходим на это памятное место, идем к Дому Советов, не к Белому дому, а к Дому Советов, Дому, где размещался парламент, всенародно избранный на самых честных выборах, которые были единственными во всю историю Российской Федерации. Сегодня мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за то, чтобы торжествовали право, Конституция, права человека, свободы человека. Этот день означает, что мы помним о героях и самое главное, мы дальше боремся за то, чтобы те идеалы и то, за что они отдали жизни, было воплощено в жизнь. Хотя то, что сейчас мы видим, это, скажем так, очередной пик, очередная верхушка беззаконий, и очередная верхушка того, что творит нынешний режим, отымая элементарные и социально-экономические права, а теперь уже и политические, принуждая граждан, скажем так, восставать, по сути дела восставать против воровства голосов, возмущаться против того, что идет кража наших законных прав. Вот вчера на Пушкинской площади арестовали наблюдателя, который был от Коммунистической партии в районе Ивановска. За что? За то, что она стояла и читала стихи у памятника Пушкина. Оказывается, стихи нельзя читать. И в руках у нее был простой лесочек. Народ не русалка, голос не отберешь. Действительно, голос у народа не отберешь. И вот мы здесь вместе с всеми теми, кто не согласен молчать, кто говорит, у народа голос не отберешь. И 3 октября 2021 года мы вспоминаем не только героев 1993 года. Мы требуем свободу всем незаконно задержанным, свободу политическим заключенным. Отпускайте всех, кого вы сейчас задержали, и содержите спецприемников, отстаивающих демократические права и свободы граждан. 3 октября это не просто памятная дата, это и день борьбы. Поэтому спасибо всем за поддержку. Вот на удивление стоит такая же погода, которая была 28 лет назад. И поэтому в этот день, 28 лет спустя, мне как председателю фронта национального спасения особенно приятно, что этот день остался незабытым в памяти людей. Что сегодня опять, как и 28 лет подряд, собираются защитники Дома Советов и те, кто сочувствует делу Дома Советов, для того, чтобы почтить память защитников Конституции, тех, кто погиб за наше правое дело, и доказать, что они еще раз готовы его защитить. Поэтому вот такие чувства возникают в этот памятный день. Октябрь 2021. Казалось бы, ну почти 30 лет прошло с тех трагических событий, которые происходили в 93-м. Но тем не менее, именно сейчас, как это ни странно, наиболее четко прослеживается связь между тем, что было тогда, и тем, что есть сегодня. Именно в тот период был рожден тот политический террор, который сегодня возрождается в новом обличии и со всей своей силой обрушивается на коммунистическую партию. Все последние дни наши товарищи подвергаются задержаниям, арестам, причем как от рядовых наших людей, так и до тех, кто обладает статусом депутата, до членов Центрального комитета. Мы видим, что те методы, которые использовали ельцинские палачи, во многом сегодня не забыты и действующей властью, которая подавляет своих политических оппонентов и делает все для того, чтобы сохранить свои капиталы и свои доходы. Мы видим, что тот принцип работы вертикали, который зиждется в первую очередь на силе, который зиждется на единовластие фактически одного человека, президента страны, вот эта вертикаль власти сегодня как никогда используется в репрессивном ключе для политических преследований и подавления своих оппонентов. Мы понимаем, что тогда люди, защищавшие Верховный Совет, отдавали свои жизни за то, чтобы у нашей страны было будущее, в котором найдется место для каких-то элементарных прав и свобод, для которых найдется место для демократии, в будущем для которого было бы место и для нормального гражданского общества. Но, увы, сейчас этого нет, мы видим, что власть целенаправленно уничтожает любые ростки инициативы на местах, старается всем заткнуть рты, всех и вся рассадить по домам, только для того, чтобы люди не выступали, не выходили на улицы, не возвышали голос в защиту своего права на достойную жизнь. И вот эта связь времен, связь трагичная, связь, которая в 93-м была ознаменована кровопролитием, а сегодня ознаменуется задержаниями, арестами и буквально издевательствами со стороны правоохранительных органов в отношении наших товарищей, вот эта связь, она никуда не ушла, она не исчезла. И сегодня мы, наша партия в первую очередь, люди левых убеждений, патриоты, те, кто защищает идеалы, начертанные на красном знамени, именно мы отстаиваем. Может быть, последний бастион прав и свобод человека, право на нормальную жизнь, право на нормальное социальное обеспечение, право на работу, в общем, то, без чего невозможно существование общества. Поэтому наша борьба, она будет продолжаться. Коммунистическую партию не запугать никакими арестами, задержаниями и политическим давлением. Мы убеждены, что правда на нашей стороне, и как и в 93-м, как все эти там без малого 30 лет, точно так же и сегодня мы будем продолжать нашу борьбу, несмотря ни на что. И я уверен, чуть раньше, чуть позже, хотя хотелось бы, конечно, немножко пораньше, мы обязательно победим. Итак, товарищи, у нас, к большому сожалению, после прошедших выборов у всех очень сложное послевкусие. У нас существует сейчас две реальности. Первая – это параллельная реальность, в которой находится абсолютно вся госпропаганда, все провластные СМИ, все чиновники. И вот если посмотрите, Элла Александровна Панфилова уже десятый раз везде заявляет, что все выборы прошли суперчестно, не было никаких нарушений и так далее. Но мы-то с вами прекрасно знаем, что это не так, понимаете, есть реальность, в которой находимся мы. Мы подготовили порядка 300 тысяч наблюдателей, и нужно понимать, что мы обработали все те заявления, с которыми работали наши наблюдатели. И вот я, например, в 18-19 числа посидел порядка 20 уиков, как все мои коллеги, друзья, и мы видели все своими глазами. Там безумное надомное голосование, это огромное количество вбросов, которые, безусловно, были абсолютно по всей стороне, и странно это не замечать, потому что они зафиксированы абсолютно на всех видеокамерах. В нашей реальности существует электронное голосование, которое там повисло на 10 и более часов, и мы собирали рабочие группы, и никто нам не может дать каких-то нормальных доказательных ответов. Может быть, никто этого даже не собирается делать. Поэтому в этой реальности есть огромное количество фальсификаций. Поэтому мы с нашими коллегами, мы, конечно, выступаем абсолютно против этих выборов, мы не собираемся их признавать, несмотря на то, что нам пытаются приписать то, что там кто-то где-то что-то признает. Нет, посмотрите, все выступления, абсолютно все депутаты, абсолютно все наши активисты об этом говорят. Но что самое страшное, это что стало происходить дальше. Мы 20-25 числа хотели провести, мы, вернее, провели встречу с депутатами Государственной Думы. Я еще раз для власти хочу призвать их читать законы и посмотреть. Эти встречи проводятся в уведомительном порядке. Что произошло? 20-25 числа мы приглашали всех сторонников, которые хотят прийти и выступить за честные выборы, побороться за свое право на честные выборы. Понимаете, что произошло? В Вентилово больше 100 человек у нас взяты в полицейские участки. Больше 40 человек уже получили по 10 суток. У нас сейчас очень сложная ситуация происходит с Екатериной Янгалычевой, которая уже имеет ряд административок по этой статье. То же самое происходит с Владом Обуховским. Вот скажу его словами, власть в этом плане пробила дно, я здесь абсолютно согласен. И очень многие активисты, они сейчас испытывают очень серьезные репрессии. Мы будем выступать абсолютно за всех и каждого. Вот в понедельник мы проводим с Екатериной Янгалычевой суд. И обязательно вместе с нашим активом мы будем ее поддерживать. С Владом Жуковским мы сделаем абсолютно то же самое. Не отдадим ни одного активиста, никого, кто участвовал в этих мероприятиях. Вопрос, наверное, вы хотели спросить, что будет дальше? Вопрос интересует, удастся ли вам консолидировать все оппозиции в городской думе? Потому что вы центральная часть, у вас больше всего. Значит, всех остальных вы сумеете привлечь к этой работе? Потому что надо менять устав города, надо менять регламент думы. Потому что ему работать нельзя, ты это знаешь лучше, чем кто-либо. Вот в этой части работа какая-то будет? Безусловно, будет. Тут просто нужно понимать, что оппозиция-то в основном, она все равно. Это мы, там Михаил Тимонов, там можно сказать, Круглов, наверное, да, в чем-то. Но здесь нужно в целом наращивать давление не только, вот вы правильно говорите, консолидировать оппозицию, но не только с точки зрения депутатов. Нам нужно в первую очередь консолидировать оппозицию с точки зрения людей и веры в то, что можно добиться мирным протестом каких-то изменений, каких-то результатов. Я даже более скажу, вот все-таки 20-25 числа мы делали оповещение на очень широкую аудиторию. У нас оповещали наши блогеры, мы размещали там призывы прийти 20-го числа на встречу с депутатом Государственной Думы. Сколько человек было, вот честно? Ну вы же знаете прекрасно, там в первый день, там было, там 20-го числа было порядка 500 человек, 25-го было там полторы-две тысячи. Но вы же понимаете, что на уровень всей Москвы это, к сожалению, очень немного. И вот здесь вот самое главное, людям, наверное, нужно понять, что пока они сами не захотят бороться за свои права, не захотят отстаивать свое право на честные выборы, не захотят об этом говорить и так далее, то не будет вот того самого волшебного депутата, одного, двух, десяти, которые придут и что-то смогут изменить. Поэтому здесь консолидироваться надо в целом. Мы, безусловно, что мы хотим делать? Мы хотим с коллегами развивать интернет-направление, постоянно говорить об этом. Это абсолютно нужно, и то, что вы делаете, это очень важно, это очень полезно. Я считаю, что нужно развивать интернет, паблики, различные СМИ, консолидироваться в информационной повестке, в информационном пространстве, выстраивать свои методы донесения информации. Вот тогда, я надеюсь, что как раз люди будут слышать и знать больше, и будет больше желания присоединиться к этому протесту. Потому что, понимаете, я вам вспомню даже, наверное, 18-19 год, когда шла пенсионная реформа. Помните прекрасно, тогда мы впервые сделали огромное оповещение везде. Мы использовали все технологии СММ, мы через биллинг были СМС-оповещения, распространяли газеты, что москвичи у вас забирают пенсию. Придите там завтра на Сахарова и выскажите свой протест по этому поводу. Сколько вышло человек тогда? 80 тысяч на всю Москву. В Москве по данным меркам проживает там порядка 16-17 миллионов. Но тут тоже нужно понять, пока есть вот эта вот апатия определенная, да? Ведь я просто вот как депутат могу сказать, что вот когда приходишь во дворы, вот несколько раз бывали случаи, люди просят вот, закройте нам двор. Приходишь, говоришь, нужно провести общее собрание собственников. Очень многие люди даже на это не готовы пойти. Вот вроде вот свой двор, да? Вот я задаю вопрос, вот сколько стоит ваша машина там? Там миллион рублей. Квартира стоит явно в 10-15 раз больше. Машину, значит, все ее обслуживают, делают ЭО, ее моют, любят. А вот когда речь касается квартиры и своей территории, на которой вы живете, даже собрать общее собрание собственников очень тяжело. Это тоже нужно понимать. Это, к сожалению, вот та историческая данность, которой мы находимся сейчас. И тут можно много говорить о том, что там, вы там не можете консолидировать протест. Поверьте, вот если помните 2011 год, когда были выборы, да, вот вышло на самом деле тогда на Сахарова на Болотную очень много человек. И тогда некой такой консолидирующей силы, наверное, и не было. Тут было просто народное желание высказать свое недовольство и так далее. Поэтому вот 2021 год, на данный момент мы имеем полную апатию. И, конечно, нам здесь, как депутатам, безусловно, и всем СМИ, которые работают с левой повесткой, нам нужно наращивать свое присутствие. И в Московской городской думе, я вам честно скажу, я думаю, что вы увидите, как будут происходить заседания, мы, безусловно, не будем молчать никогда. Ни по поводу тех выборов, которые у нас украли, ни по поводу электронного голосования, которые вообще, в принципе, отменяют все эти выборы, как некий институт смены власти и так далее. Так что будем наращивать работу. Я думаю, что здесь двустороннее должно быть движение и с вашей стороны, и со стороны нас, лоббистов. Мы подтянем к вам другие группы, мы умеем с ними разговаривать, мы их подтянем, мы их убедим, что на данный момент вы находитесь на острие копья, и вас надо поддержать в этой борьбе. Поэтому вы не сомневайтесь, и «Справедливая Россия», и «Яблоко», и кто там еще, независимый. Значит, все они придут под ваши знамена по этому пункту поездки дня, у вас все получится, я думаю. Так что не сдавайтесь, воюйте, мы с вами. Да, я считаю, единственное, я только скажу, для нас очень важно, сейчас, я думаю, это некий такой исторический момент, сакральный, к сожалению, для всех выборов. Вот отбить сейчас трехдневное голосование и электронное голосование, потому что вот это вот все в совокупности ставит вообще под сомнение любую сменяемость власти. Поэтому здесь вот нужно, вот я считаю, здесь вообще не может быть ни партии, ни какой-то идеологии, еще что-то здесь просто нужно восприять это как данность. Для этого есть проверочная вещь, так как через год будут выборы в муниципальные собрания по всей Москве, будут избираться 1500 депутатов. Да, да. И я думаю, что надо усилить все наши действия для того, чтобы они прошли без электронного голосования, и без трехдневного голосования. Абсолютно верно. Это первая проверочная вещь, потому что президентские выборы, там это неизвестно где, 24-й год. А вот конкретно через год будет ситуация. Конечно. Я надеюсь, что и ваш горком, так сказать, и наши усилия, они объединятся, и мы в итоге проведем образцовое... К сожалению, мы не можем рассчитывать на яблоко, что там говорить. Ну вот они спеклись. Ну а они до себя проявили очень странно, да. Ну вот рассосались. Я рассчитывал, что либералы как-то подставят плечо, они не сумели это сделать. И поэтому рассчитывать надо только на себя, и вот на левых, на патриотов, может быть, так сказать. Уж насколько обломки яблока сумеют помочь, так сказать, хорошо. Не сумеют, ну и что ж. Значит, нам надо сделать так, чтобы провести своих депутатов в муниципальные собрания. Это 1500 человек, это большой актив. Это как раз та низовая опора, которая поможет в дальнейшем участвовать. Абсолютно согласен. Все, спасибо вам огромное. Ладно. Дорогие друзья, 28 лет назад были ужасные события 3-4 октября, которые оставили шрам в конституции нашей страны, в законодательстве нашей страны, в судьбе большого количества людей. Много людей, около 1000 человек погибло во время этих событий. Защитников Белого дома. До сих пор те неприятности, которые произошли со страной, мы расхлебываем. И та диктатура, которая фактически установилась в стране, каждый год приносит негативные последствия. И от этого деваться некуда. К сожалению, мы в тот момент не могли активно сопротивляться, потому что сил у нас фактически не было. В тот момент уже и средства массовой информации, и финансы, и силовики были отобраны диктатором Ельцина. И то сопротивление, которое мы оказывали, оно носило, скорее всего, информационный характер. Это был жалкий писк. У нас даже сил для того, чтобы вопить громко не было. Поэтому ситуация повернулась именно так, как есть. Но люди помнят об этих событиях, люди испытывают уважение к тем погибшим, которые защищали Белый дом. К тем идеям, которые отстаивали тогда, идеям законности и правопорядка, которые отстаивали депутаты Верховного Совета. И вот люди приходят, делают это шествие каждый год. Поэтому мое безмерное уважение к ним и к тем организаторам из КПРФ, которые взяли на себя обязательство организовывать это мероприятие. Потому что участвовали в обороне дома много сил политических, но КПРФ до сих пор хранит верность этому движению и выполняет эту организационную функцию. Большое им спасибо за это. 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 Субтитры создавал DimaTorzok